Царю небесный, утешитель, а душу нечестенны, И свистел, если и вся исполняй сокровища богих, И жизни подателю принеси, и очистен от всяких скверных, И спаси блаженную душу нашу жизнь. Господь и Бог наш, благословите воскресное занятие, Не дай нам уклониться, не направлене налево от истинного понимания божественных слов Твоих. Всякое заблуждение развеет, мы все направим в гордину, Примусь с нами и все вечер благодатный. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Теперь, Сережа, нас отключи, а потом подключи заново. Тут не работает что-то телевизор. Вы на видео нажмите, может она у вас перечеркнута, а какая тихо еще? Я ничего не делаю. Спросите, видео перечеркнуто у вас? Нет, нет, ничего не перечеркнуто. Вообще видео нету. Вообще его нету. Ну, звук есть, и слава Богу. Ну и ладно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Римлянам 6 глава, 17 стих. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Толкование. Освобождение нас от оных зол есть дело не человеческой силы, но Божией. Почему и должно благодарить. Потому, потом вы стали послушны не по принуждению, но по собственному сердечному расположению. Подержите. Поэтому не возвращайтесь на худшее, от которого отстали вы добровольно. Доказательство же того, что хотя бы они сами пришли, но все это зависело и от благодати Божией, присовокупил. Предали себя. То есть, Богом наставлены на образ учения. Какой же образ учения? Вопрос. Жить благочинно и благоустроенно. Вопросы? Сережа, начало не стало. 6.15 не прошли. Так, простите. Давайте 6.15. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Колкования. Обрату вставил бесполезно. Всегда предлагает апостол такие возражения, почему и приводит и решает их, как поступает. И с настоящим возражением отвечая на него. Никак. Потом доказывает, что для нас нетрудно не грешить. Представьте, внушает в уме своем, что лучше, быть ли рабами греха, предавшись ему по своей воле, это значит отдаете, и получить в награду смерть, то есть вечное наказание. Ибо грех Адама породил смерть телесную и временную, а теперь совершаемый грех подвергает человека вечной смерти, то есть вечному наказанию. Или повиноваться Богу и получить в награду праведность и проистекающее из нее благо. Вот такой вопрос. Не пойму, ты то ли сюда заходи, то ли сюда, что-то со стороны где-то, в затылку остановишься. Вопросы по этому, по этим двум отрывкам есть? Вот, появилось у вас видео, слава богу. Надо поснимать, я схожу в храм, возьму провод длинный. Что-то не ладно, надо ввенок, чтобы постоянно было. Ну, на эту тему уже много было говорено, мне кажется, надо дальше идти по, о грехе, о благодати и грешить или не грешить, быть или не быть, вот в чем вопрос. Такого вопроса нам, христианам, и не надо задавать. Писание, толкование четко нам говорит, что были во власти греха, а теперь нет, сейчас власть Христа. Тысячелетнее царство Христа. Итак, церковь всегда понимала на протяжении двадцати веков. Никакого царства сатаны нету, царство сатаны закончилось на Голгофе. Сейчас христианин власти над грехом. Об этом мы сейчас и дальше читаем. Восемнадцатый, девятнадцатый стихи. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены вашим в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваших в рабы праведности на дела святые. Толкование. Два благодеяния получили от Бога. Двоеточие. И освобождены от такого бесчестия и стали рабами праведности, что составляет для вас великую славу. Потом, желая сказать, чтобы римляне так служили Богу, как служили греху, предварительно замечает, говорю по рассуждению человеческому. То есть, предлагаю нечто низкое, недостойное предмета, соразмерное вашей немощи. Ибо она бежала показать несравненно большую меру служения Богу, нежели греху. Но по немощи своей, говорит, представьте хотя бы равную меру. Заметь, как ясно показал наше добровольное рабство, сказав, ныне представьте члены ваши. Сами, говорит, делая себя пленниками, вы подвергались нечистоте. То есть, прелюбодеянию, любодеянию, любым самым постыдным. И что говорю об одной нечистоте? Вообще, всякому беззаконию. И при том, в рабы беззакония. То есть, чтобы еще более беззаконничать. Ибо, совершив какой-либо грех, вы не остановились на том, но в этом самом нашли себе побуждение к дальнейшему беззаконию. Итак, в этой же мере представьте члены ваши в рабы праведности. То есть, всякой добродетели, дабы проводить жизнь в целомудрии и святости, а не в прежней нечистоте. Толкование закончено. Вопросы? Пожалуйста, задавайте. Игнат Тихонович. Вопросы есть? Понятно. Надо жить свято. Тут все ясно. Тут толковать нечего. Кто бы спорил, да? Двадцатый, двадцать первые стихи. Марина Добунова, очень много шума. Микрофончик, пожалуйста, выключите. Или потише будет. Ибо когда, двадцатый стих и двадцать первый. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Потому что конец их смерть. Толкование. Когда вы жили в пороках, отчуждены были от правды, тогда вы не подчинялись ей, вовсе не хотели служить ей, и сами освобождали себя от нее. Поэтому и теперь, служа правде, не подчиняйтесь греху. И какой плод имели вы от нечистоты? Никакого, кроме бесчестия. И что говорю бесчестия? Имели плодом смерть. Двоеточие, да? Потому что конец их смерть и челесная весьма часто и душевная всегда. Двадцатый стих. Ниже еще. Но от смерти вы избавлены благодатью Христовую, а стыд еще остается не без пользы. Ибо теперь вы стыдитесь грехов тех. Тех. Надо обратить внимание грехов. А не сегодняшних. Учение новое в православной вере. Грешим и каемся, грешим и каемся. Не согрешишь, не покаешься. И вот на одни и те же грехи ходят. Сдают каждую неделю. Ходят, исповедуются, прочищаются. Какой-то лютый обман. Нет, не надо. Не хочу. Я только поел. Мам, я только поел тебе сказал. Не хочу, спасибо. Микрофончик. Шифу 9, пожалуйста. Подключите. Благодарю. Шипит. Нет. Вот так. Идем дальше. 22-23 стим. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Плод дел греха есть стыд, плод правды, освящение, чистота, непорочность, конец первых смерть, конец последней, вечная жизнь. Ибо возмездие за грех смерть, так и вам, служащим греху, грех давал возмездие смерть, а дар Божий не сказал возмездие от Бога, но дар. Ибо никак вознаграждение или воздаяние за труды вы приняли, но все то произошло от благодати во Христе Иисусе, ибо все совершено им. Толкование закончено. И закончена шестая глава послания к римлянам. Рассуждение, комментарии, вопросы. Нет вопросов? Идем дальше тогда, раз все понятно. Седьмая глава. 1-й, 3-й стих. Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцией. Если же умрет муж, она освобождается от закона и не будет прелюбодейцией, выйдя за другого мужа. Толкование. Толкование. Он не простирается. Так и вы умерли для закона, и потому он не имел уже, наконец, власти над вами. Так намекает на это вначале, а далее говорит об этом с иной стороны, именно. Когда умрет муж, то жена имеет власть сочетаться браком с другим. Здесь мужу уподобил закон, а жене, слушателей своих, затем надлежало сказать, следовательно, братья, закон не имеет власти над вами, ибо он умер. Но апостол не сказал так, чтобы не огорчить иудеев, но представляет умершую жену, то есть самих иудеев, которые потому пользуются двоякой свободой. Ибо если жена свободна от власти закона, когда умрет муж ее, то тем паче свободна она, когда умерла сама. Вопросы? У меня вопрос, Сергей. Давай. Может, я неправильно понимаю, проясните. Так мы тогда свободны от закона Моисея? Он же умер, мертвый закон-то, все. Новый закон, пришел новый закон Христов. Ну, здесь, в каком смысле он мертвый? Если ты умер для греха... Ну, конечно. То есть, если ты не грешишь, то и по закону ты не можешь осуждаться. Ты же уже не грешишь, ты умер для греха, мертвец. А если ты живешь во грехе, закон действует. Возмездие за грех, смерть, это закон, но этот закон не умер. А я язычник тогда для закона. Я закону-то не знаю вообще. Незнание закона не освобождает от ответственности. Написано, если знал и грешил, бить будет много. А если не знал и грешил, бить будет, но поменьше маленько. Потому что не хотел узнать. Знал, знал. Знал. Тем более, знал. Некоторые лукают. А я не буду знать Библию. И с меня ничего не спросится. Вот за это-то и спросится за то, что не захотел узнать. Через творение невидимого Бога, видел через творение, он явно, что кто-то все это сотворил. Небо, землю, звезды, луну. Понятно, что есть творец. Есть его законы, законы мироздания. Ты в это верил? Верил. Ну а если такие законы дивные, как ты не мог умом своим подвинуться к тому, как вот для человека-то законы же существуют. Законы. Десять заповедей, да. У всех на устах эти заповеди, заповеди. Ну а когда спросишь у человека, то опять же, ну, а назови. Ну назовут две, не уби, не укради. Все, а дальше люди-то не знают законы. Да, и язычники. Столько лет крещения в Руси, Евангелие не должно было, не было проповедано, как должно. Лесков об этом говорит. Вот беда-то все. Патриарх сегодня на днях об этом говорит. Вина в этом священниках. Таких бандитов, говорит, я напринимал, и тогда еще давно, и сегодня. И он их побуждает проникнуться ответственностью за беззаконие паствы, за воровство, за аборты, за разводы. Говорит, вы будете перед Богом отвечать, что не научили. Раньше, говорит, хоть в колокол позвонили, народ пришел, хоть от службы отстоял. Сейчас, говорит, хоть из пушки стреляй, они идут в храм. Да, еще беда в храме-то, в Терковно-Славянске, многие из-за этого тоже пошли в секты. Там хоть на русском. Вот еще беда одна. Так что вот... У меня вопрос тоже вот... Гугунов нет. Да. Хотел сказать, почему вот так часто люди задают вот этот вопрос, ну и сектанты в основном, почему они не могут понять вот того, о чем говорится здесь, ну и вообще не только здесь, говорится, когда говорится о ветшающем законе, о ветшающем, не о смерти этого закона, а о ветшалости, как путеводители ко Христу. Вот почему они этого не понимают? Вот почему они вот такие вот вопросы задают, как вот сейчас вот задал вопрос? Не, ну он же дальше и говорит, сейчас же Христос новая тварь. Ну а дальше они ложат, такое, значит нам ничего не надо соблюдать, что в Ветхом Завете. Но он был не то водителем ко Христу. Ко Христу. Ну а дальше-то что, Христос разве нарушал закон? Он говорит, не нарушить я пришел закон, но исполнить. И что, что вам говорят законники, делайте. По делам же их не поступать, ибо они говорят, но не делают. Так что, делать или не делать? Грешить не грешить. Вот он говорит, так что же нам станет, надо теперь, будем теперь грешить разблагодать? Благодать. Никак. Никак. Ну что, по белому написано. Ну вот скажи теперь, ну скажи еще дальше, продолжаю тогда, если непонятно. Почему, почему они выбирают всегда самое непонятное? Почему вот разговор, когда идет о бороде, они опять не понимают? И теперь закон о бороде, который есть в Ветхом Завете, они говорят, так он вообще тогда не нужен, этот закон. К чему тогда нам борода? Я вот о чем говорю. Почему они берут самое легкое, то, что для мира пригодное, сейчас готовое. Ну так получилось, я понимаю. Но однако, они это вот любят брать, то, что для мира легко сделать. А то, что сложное, они не принимают. Ну для тела, конечно, сложное. И у них одинаковые всегда вопросы, вот у людей. Да и у мирских тоже, не только. Потому что сейчас в мире-то почти все бреются, никто не постится. Только начни говорить о таких делах, как для плоти. И сразу начинает плоть визжать. Сразу, то не так, это не так. Там еще скидывание. Ну иногда для смеха зададут. А вы что, лопаткой копаете, когда ходите там по нужде? Ну, зададут. Это так, для смеха. Ну в Ветхом Завете, кто не знает, что да, было в Ветхом Завете написано, что если ты сходил в туалет, то должен закопать. Ну они начинают уже ерничать, и конечно, да я и закопаю, и что, и с удовольствием. Потому что это Богу угодно. А не угодно, когда лежит и воняет на всю природу. Ну да, это так. Как бы я уже сам отвечаю на это, но не знаю, можно еще дополнить. Я думаю, что потому что это для тела легче сделать. Вот поэтому мир, он как бы играет этим людям свою игру, и они принимают эти условия. Вот. И вот им легче так. И вот они постоянно на это... Хотя там же очень много других заповедей. И о них в первую очередь нужно было думать, а не о том бородатом. Ну и о бороде слова не сказано, чтобы ее сбрить. Однако, сразу первым делом, что делают они, это сбрить бороду надо. Раз новая тварь, то значит сбрить. Странно, непонятно главное совершенно, почему сразу переходят на бороду. Вот сатана подловил, как этот народ мужской на этом... Ну и вот русский собор 1551 года, называется Стоглавый, два раза, двумя правилами своими определил о бородах. Первое, что это блудодейная ересь. И второе, без бородого не хоронить на погосте. То есть не отпевать его в церкви, в церковной ограде не хоронить. Ну это как бы все отголоски вот того, что мы сейчас прочитали в послании криминого законе. Ну все, это у меня пока. Так, идем дальше. Так, на каком стихеточке? На четвертом вроде остановился, да? Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых. Да, приносим плод Богу. Толкование. Если вы умерли, то не состоите под законом. Ибо если жена по смерти мужа не подлежит ответственности, то тем паче свободна она от иго закона, когда умерла сама. Заметь, как мудро доказывает, что и сам закон хочет, чтобы оставили его. Итак, и вы освободились от закона телом Христа, распятого за нас. Ибо тело для того и умершлено, чтобы вы умерли для закона и были под властью с большой буквы другого за вас, умершего и потом воскресшего. Ибо закон не живет уже после того, как умер. А Христос живет и после того, как умер. Так что вы не имеете власти отступать от Него с большой буквы живущего. А какая польза от этого? Далее сущие. Да приносим плод Богу. То есть, чтобы от того брака, в котором сочетались мы со Христом, рождать нам Богу детей. То есть, добрые дела. Вопросы? Вот Богу добрые дела. Где еще о добрых делах? Вот о плодах говорится. Что плод. Именно добрые дела. Притча о десяти девах и о горящих светильниках. Когда масло у них было пять мудрых и пять неразумных. И не хватало масла. И они вошли. И Бог закрыл перед ними дверь. Так как не хватало у них масла. Начинаешь спрашивать, что такое масло? Не знаю. Так и о брачной одежде. И о брачной одежде тоже не вошли. Как они туда попали в небрачной одежде? Что такое брачная одежда? Так, вопросы? Игнать Тихонич, за много прошли. Что-нибудь добавьте нам. Попробуй. Что тут добавить? Первое. Когда люди приходят сюда, попроси сразу, чтобы поставили. Чтобы видно было кто. И фамилию, и имя по-русски написали. Разговаривать даже не знаешь с кем. И ничего нет. Какой-то бракодабру напишут. Для чего это скрывать? Что-то там еще есть за этим? Мы же любому, кто спрашивает, должны показать адрес. Дайте отчет своему пованию. Ты вот как руководитель сразу поставь правило, чтобы человек подписывался конкретно в свое имя, фамилию. А так отвечать не знаешь, кому отвечать. Лодку видишь, коня, барана. Теперь об одежде. 3.27 гала там написано. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Облеклись, оделись. Это первый род одежды, который дается нам при крещении. И далее одежда праведных. Суть праведности. Одежда белая. Это второе. Праведность. Когда человек живет в незапачканной одежде. Как ты зашел в небрачной одежде? То есть совершенно не готов был. Даже едешь в общественном транспорте и то. Прямо написано, какие правила, чтобы не было в пачкающей одежде. А это одежда, одежда. Внушайтесь даже одежды таких людей, блудников и прочих. Ибо она сквернена плотью. Так говорит апостол. Вот у нас был такой случай. Он принял крещение. Врач. А потом потянул его в сторону. А другой его видел, сказал, зачем же так делаешь? Ты жену оставляешь где-то? Ну, силен грех-то. Но он ходил еще какое-то время. Мы сказали, только в кощегарке раздевайся. Чтобы одежда никого не касалась. Понятно, что этого нигде не выполнить. Ни в одной церкви и нигде. Никто на это не будет смотреть. Мы решили все выполнять. И, а, так это законничество. Святое законничество. Павел законнику Зину передает привет. А беззаконникам нигде не передает. А то святость раздувает на том, что ничего не делал. Это моя святость. Я говорю, из фарисеек получился самый знаменитый апостол. А из Саддукея никого нет нигде. Все пошли в преисподнюю. И вот ответ на одежду. В крещении и жить правильно. Пятый стих. Ибо когда мы жили... Так. Эхо какое-то. Вот у кого лодка там нарисована ШУ-9. Выключите микрофон. От вас эхо идет. Слышите меня, нет? Да, слышу, слышу. Микрофончик выключите, пожалуйста. Сейчас я как-нибудь разберусь. Там внизу четыре кнопочки. И вот вторая слева должна быть мышкой. Поводите по экрану. На группу надавите где... Вот все. А, нет, опять. Да, вот все. Благодарю. Пятый стих. Ибо когда мы жили по плоти, Тогда страсти греховные, Обнаруживаемые законом, Действовали в членах наших, Чтобы приносить плод смерти. Толкование, доказывая, что закон нисколько не помогает нам в избежании плотских страстей, А только показывает их, Говорит, Когда мы были в плотской жизни и в худых делах, То в членах наших действовали страсти греховные, Обнаруживаемые законом и узнаваемые через закон. Не сказал, что члены производят пороки, Дабы не дать место обвинению плоти. Ибо душа есть как бы музыкант, А члены гусли. Если музыкант играет дурно, То и гусли издают дурные звуки. Итак, когда мы состояли под законом И не могли избежать страстей, То рождали смерти дурные дела. Так, вопросов нет по этому стиху? Нет, идем дальше. Шестой стих. Но ныне, Умерши для закона, Которым были связаны, Мы освободились от него, Чтобы нам служить Богу В обновлении духа, А не по ветхой букве. Толкование. Чтобы не огорчить иудеев, Не сказал, упразднился закон, Но мы освободились от него, То есть отрешились, Освободились, Умерли и стали мертвы И неподвижны по отношению К той привязи, На которой держали нас. А привязь, Это есть грех, Ибо на нем держались мы, Как на цепи. Умерли же мы для греха, Чтобы служить Богу В обновлении духа, А не по ветхой букве. В древности добродетель была трудна, Потому что Адам получил В смертном теле своем Множество природных недостатков. А теперь благодатью Христовой В крещении природа наша получила Помощь от духа с большой буквы, Который соделал нас Новыми и юными И освободил от ветхости И немощи буквы. Поэтому во время закона Девство было редкостью, А теперь в церкви Тысячи благочестиво ведущих Девственную жизнь. То же самое следует сказать И о презрении к смерти. Вопросы. Конечно, человеку, Не умершего для греха И не желающего Отстать от греха, Это не вмещается в него. Поэтому Зависло опять. Зависло у нас. Ну да, надо выключать. Что-то заглохло. Бывает. Бывает, да? Он записывает. Сейчас он позволит сразу. А если не позволит, Там погасло и все. Работает плохо. Я не знал закона. Камера. А через закон обнаружил грех. То есть грех обнаружил, Но стоит самообличать. Все, я принял крещение, Получил дар духа. И все. И получил дар силы Больше не делать этот грех. Все. После крещения. Все. Нет ничего. А который человек это не пережил, Называет себя православным крещеным, В грехе живет, Ходит исповедоваться, Пречещается. Он не может нас, Ему не вмещается, Он не может нас понять. А вы сектанты. Единственное, что он может сказать. Не то учение, Не православное какое-то. Почему оно не православное? Феофилак болгарский, Долгархиепископ православный. Синодальный перевод православного, Церковь Переламы переводим, Пользуемся. 1876 год. Все православное. Мы считаем, Применяем к себе, Через сердце пропускаем, Лизами покаяния орошаем, И дела предпритворяем. Все. Вера, еще раз говорю, Отслышание. Отслышание от слова Божья. Три меры муки. Самая короткая притча. Доколе не скисло все. Услышал первую меру, Поверил, Принял сердцем и исполнил. Вот и Царство Небесное Внутрь вас есть. А если не поверил, Не услышал и не исполнил, Ну и... Воды и ХАХ. Так. Ну и вот дальше, Интересно, Сейчас будем идти. Или вопросы возникли, Походу, нет? Игнать Тихонич, Что-то скажете? Или дальше. Дальше назад вернуться, Что дальше я говорил. Кто там слушает, Желательно, чтобы записывали это. А потом нас в свободное время посмотрели. Я называл Галатом 3.27. Во Христа крестившиеся, Во Христа облеклись, Облеклись, оделись. И второе место. Откровение 19.8. И дано было ей невесте облечься, Весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Вот и ответ. Тут ничего нельзя добавлять. Весон есть праведность святых. Что такое весон? Дорогой? Одевался в порфиру, И весон богач. Тонкая материя шелковая. Вот это святость. Наша одежда должна быть. Тут можно припомнить следующее. 12 глава 2 стих Пророка Даниила. Когда, говорит, Это сядут судьи, раскроются книги, И перед престолом потечет огненная река. Я еще ни разу не встретил Ни одного человека, Который бы знал, что такое огненная река. Протестанты, баптисты, Какие-то места они там пытаются толковать, Хотя ни одно слово не могут. Даже о десяти девах они никогда не растолкуют. Что означает заснули, Что такое крик среди ночи. Вообще не знают. А зачем это знать, говорит? Мы спасены и на этом все. Так вот, здесь вопрос конкретно ставится. Если вопрос этот понятен нам, То и ответ нужно искать в Священном Писании. Определенно. Ведь он же есть праведность святых. И вот говорят, что это Киприан Карпагенский говорит. И когда человек принимает крещение, Бог дает ему тунику, Одежда такая драгоценная, Которая не бывает велика для младенца, И малая для великана. Точно по размеру Бог дает тебе одежду. Если узнали, что такое праведность, Одежда, Тут вопросы вообще снимаются. Нужно начинать трудиться. И вот когда огненная река потечет перед престолом, Огненная, Ефрем Сирин говорит, Через эту реку надо будет пройти всем. И я, и ты, мы через нее перейдем. Грешник выйдет, как обгорелая головня, И над головой у него, как нимб, Убийца, блудник, вор, злодей. Вот чем он грешен? Так открыто было. А праведник выйдет и засияет, как солнце. И дальше, говорит, и тела наши, Новые тела, обновленные, Засияют и будут подобны, Страшно сказать, телу Иисуса. Будем подобны ему. И вот этой надежды надо утешать. Когда человек умирает, Ну, ты скажи, как любой, Прижили здесь, у нас родня, близкие, Знаем, хорошие, плохие. А куда идешь, нет плохих, только хорошие. Ты читал книгу, хотел бы встретиться с Павлом, Конечно, вот сегодня ты идешь навстречу. Вот утешение какое. Так верующих меньше. Нет, верующих всегда больше. Они не умирают, А грешник умирает, его нигде нет. Вот он умер, их 100 миллиардов, И нигде нету. А где они? Ну, в других местах. А праведники все живы. И видел я сонмы. И говорит, сколько? Две тьмы тем и прочее. А тьма это 10 тысяч. И когда говорит тьмы тем, Вот умножай 10 тысяч на 10 тысяч. Вот что означает огненная река? А вот как раз и показана будет, Какая на нас одежда. Праведник выйдет. Милосердный, смиренный, кроткий, благовестник. Чем он больше всего занимался, Какое у него название, Такое на нем высветится. После этой огненной реки. Вот так понимали святые. И это соответствует всем местам Писания. Ибо в огне испытывается, Огнем испытывается. В огне. И написано, И праведник едва спасается. А нечестивый и грешник где явится? Вопрос. Ответа не дает Библия. Он окажется слева. Как уголь обгорелый. Идите к дьяволу в огонь вечный. Христос сказал. Вот что люди услышат. 25 глава Евангелия от Матфея. А сегодня это только слова. Но вообразить даже нельзя представить. Вот сейчас только сегодня передают. Там самолет Ту-154 разбился с военными. Летели в Сирию. Там 91 человек. Только взлетели. И все погибли до одного. Думали они или нет. Уже все. И краснознамена Александра там. Этот. Хор. Полетели артисты. Полетели военные специалисты. Никого нету. Никогда домой не вернутся. Поехали они туда. Их никто не толкал. Сами поехали. И вот с чем они предстанут. Ну как садятся. О чем-то говорят. Далеко нет. И вдруг мотор заглох. Или взорвался. Или еще что-то. И уже они на том свете. Тут может соболезнование. Святые. Но им это не надо. А если там сидел праведник. Святой. Как был пароход. Такой туристический. Это в 86 году. И он с баржей столкнулся. Нахимов. Ну а когда вытащили. В каюте нашли священник. Сидит. Крепко прижал к себе сына. Он даже выходить не стал. Все равно люди утонули. А он сидел и молился. Крепко прижал к себе сына. Мы идем на встречу с нашим господом. Пугать нас не надо. Мы знаем. Там лучше чем здесь. И вот мы считаем об этом Уаре. Мученик такой был. Там один был молодой офицер. И он умер. И мать его во сне увидела. Он у Уара там сидит на плече. Она молится. О нем плачет. На кого покинула. Говорит. Мама не надо. Нам тут так хорошо. И домой я никак не хочу возвращаться. И это говорят абсолютно все праведники. Которые обмирали. Что обратно надо входить в это тело. Вот Клавния Устюжанина. Никак не охота. Смердящая. Лежит в морге. И душа должна войти. Я разговаривал с такими воскресшими людьми. Дик. Такой был. Приезжал. Фамилия. Партийная работник. А потом умер. И вот подробно все. Я послал к нему человека нашего. Алексея Матюшина. И тот его все записал на магнитофон. Это тоже свидетельство. Свидетельство бывает и ложно. Но это сходится с тем, что показано было святым мужам. И вот там теперь твоя одежда. По одежде, говорят, встречают. Вот там будут нас встречать. Когда говорят хорошо смеется, кто последний смеется. То я прочитал эпитафию. Надгробную надпись. На надгробном памятнике Николая Васильевича Гоголя. И там написано из книги Ева. Ты еще наполнишь смехом мои губы. Он много писал смешного. Вечера на хуторе близдиканьки и другие. Ты наполнишь губы моим смехом. Восмеешься. Это касается не одного Ева. Это касается всех. Как восмеются? Улыбнуться. Не хохотать же будут. Все позади. Поприще окончено. И тогда видно будет, как Малахий говорит. И тогда Бог покажет разницу между теми, кто чтит Бога и кто не чтит. Между соблюдающим закон и надеющимся на частое причащение. Он уже мертвый, часто причащается. Вот я сегодня записал запись, как наши причащались и вчера как исповедовались. На нашем видеоканале посмотрите. В течение недели мы выстоим. И скажите, в каком храме вы увидите такой порядок? В отдельной комнате исповедания. Малые дети идут. Как подходят? Ни один ногой не переступит. Какое благоговение? Страх Божий. Ни одного чужого человека нет. А придет он, будет в притворе стоять. Оглашенный в притвор выходит. В притвор. Вот он выпил там, напился или что-то. На два года отлучен. Так она уйдет. Было такое, впала жена в прелюбодеяние. Отлучен она семь лет. Ну и что? Ничего. И никто не уходит. Святые писали не для того, чтобы ты уходил. Ушел, ты избрал другой путь. Семь лет прошло. И она была принята в число верных. Вот это церковь. Вот это труд. Это миссия Божия. А когда подряд идут все, нет никакого разделения, нет. Так вот об этом поговорит он. Какая одежда? Вессон светлый и чистый. Вессон же есть праведность святых. Отошел. Седьмой стих. Что же скажем? Так, опять тихо. Седьмой стих. Что же скажем? Неужели от закона Клех? Никак. Но я не иначе узнал Клех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил. Я пожелаю. Проверти еще микрофоны свои. Гляньте, пока выключите микрофон тоже. Так что, нужно убрать подальше, да? Нет, отключить. Ну, Никита, помоги отключить микрофон. А то я говорю как-то эхо. Я уберу дальше, не надо подключать. Ну, вот, на синюю нажимаете. Ну, и дальше еще. Все, нас не слышно. Потом нажмете, будет слышно. Благодарю. Закон не есть грех, но указатель греха. Ибо я не знал бы пожелания, если бы закон не говорил. Не пожелай. Как же, наконец, случился потоп? Как сожжен садом, если до закона не знали, что пожелание есть зло? Знали и тогда, но тогда пожелание не было усилено. И потому познавали его не с такой обстоятельностью, с какой стали разуметь его, когда дан закон. Первоначально знали пожелание по одному естественному закону, но впоследствии и по писанному. Почему и стало оно поводом к большему наказанию, а это произошло не от научения закона, но от беспечности, не внимающих предписанием закона, что показывает апостол и далее. И далее, вот восьмой стих. «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Толкование. «Не сказал, что закон произвел пожелание, но грех, который по златоусту есть беспечная и испорченная воля, и дьявол, ибо его некоторые разумели под грехом, или склонность к удовольствию и стремление к худшему, самоё научение законом употребили во зло. Несправедливо было бы обвинять врача, который больному горячкой, готовому непрестанно пить воду, не даёт пить и тем усиливает в нём желание пить. Ибо дело врача запретить, а не пить должен сам больной. Так и закон имел в виду научение отвлечь человека от похоти. Но грехолюбивая воля усилила пожелание и произвела не одно, но всякое пожелание с напряжением, делая зло. Ибо когда кому-нибудь воспрещают что-либо, тогда он более неистовствует». Итак, «Грех тогда обнаружится, когда закон был нарушен». Далее цитата. «Ибо без закона грех мёрт, то есть не почитается существующим». Когда же есть закон, предписывающий должное, то грех живёт, то есть существует и представляется грехом тем, которые приступают к закону. Грешат сознательно. Что непонятного спрашиваете? То есть до закона Моисеева люди грешили или не грешили? Вопрос. Да, бывало. Грешили, грешили, дальше что? Грешили, но как? Закона же не было, если нету закона, то и греха нет. Грехом нашли. А что мы не запишились, говорится, в палец приступления? Закон-то, написано, обнаруживает грех. Ну, я как бы рассуждаю. Я рассуждаю, а закрыл он меня. Правильно ты ответил, да? Грешили. Нажать сюда включать. Каждый раз нажимать буду. Но, а закон тогда зачем? Для чего? Чтобы перестали грешить. Не всякий грех был обнаруживаем, вот в чем дело. Да. Не всякий. А закон всякий грех обнаружил. То есть там в Талмуде все, все, все подробнейшим образом. Описано, и теперь уже согрешивший, уже ему как бы вот в эту букву носом ткнут и говорит, ну вот же написано, что же ты. Ему уже, как говорится, не отвертеться. Ну, а вот сейчас, говорят, закон уже все прошел. Ну, и что теперь-то? Я вот этот вопрос как раз и задавал. Вот то, что ты сейчас задаешь этот вопрос. Ну, то есть, если мы, допустим, возьмем закон ветхозаветный, его сейчас разложим весь по законам прям. И вот жизнь нашу теперь будем раскладывать. И мы везде попадем, понимаешь, под грех. Потому что закон выбрал все грехи, какие только есть, собрал. И теперь мы как бы живем по этому закону, получается. Но дело-то все в том, что мы Христа не дождались тогда еще. А теперь пришел Христос. Он сам закон для нас. Он нам дал силу быть выше, чем этот закон. То есть, без этого закона грехов мы бы не смогли подойти к закону Христа. И понять, что это грехи, которые губят нас. Потому что за все там почти что была смерть. Всегда было страшное наказание. Смерть настоящая. А ее, конечно, все боятся. А теперь вот почему так, вот ответ такой на вопрос, когда ты говоришь, что все причащаются. Никто не боится наказания. Его нету. Да, там что-то упустил, там не упустил. А ладно, отмахнулся, да пошел дальше. Не просто упустил, а ничего не знаешь. Вот в чем дело. Как оказывается. Это я говорю про тех, кто постоянно ходит, причащаются. Это, скорее всего, те, кто не знает ничего. Но легким путем решили пойти до Царства Небесного. Извините. Благодарим. Так. Люблю. Ну вот, девятый стиль давайте прочтем. Игнать Николаевич, что-то появилось у вас, напомню. Я хотел бы сказать на свободе, когда будете, вот без занятий, просчитать «Судей» 19-ю главу. Что значит «Совесть»? «Судей» 19-я глава. О «Совести», да? «Судей», там как раз об этом и говорится. Жена, муж, какие примеры Павел дает, и так это. Когда он пошел и, глядя на ночь, остановился в городе, а мужи города приступили, отдай. А до этого мужа, мужеложники, он отдал им наложницу, а они до утра над ней измывались. А утром он встал, она у крыльца лежит. Он говорит «Пойдем». А она была мертвая. Он ее-то домой увез, разрезал на 12 частей и во все колено Израилев послал. И вопрос один задал. Такое было когда-нибудь в Израиле или нет? Какой закон-то? Все сказали «Нет». За оружие. И колено их прямо было почти полностью истреблено. Но перед тем, как их наказать, Бог сначала этих наказал, которые пришли воевать. Они сами были виновны. Они потерпели два поражения и горько плакали, сидели. Вот эта поучительная история об этом как раз говорит. Закона нет, основной не работает. До закона совесть. Иоанн Златоуз говорит «Евангелие вторичное, первичное это совесть». То, что мы читаем Евангелие, вот я первый раз, когда его стал читать, первый раз в жизни, в 23 года Евангелие дали. Я читаю, и у меня душа так, как сердце бьется, да так, да, я это искал, наконец-то нашел. Я читаю, для меня не просто буковки по бумаге, а как бы откровение неба для меня началось. И поэтому душа поняла, что я грешник, пропащий, никогда не встать. Уповая на милость Божию, ни один человек ко мне не подошел, ничего не говорил. Просто дали мне книгу, а сами пошли обедать. Приходит, я уже готовый христианин. Только осталось склониться на колени и выразить Богу благодарность. Все. А тут сколько лет трясешься с одним человеком, он уперся и стоит. Почему? Он в грехе утонул. Он рано, много лет назад слышал и все это попирал. И для таковых нет жертвы за грех. Нет. Он еще бравирует, там, пузырится, а ничего нет. Нет жертвы за грех. Никакие тут профессора, ни Осипова, никто не поможет. Павел говорит, ну, некое страшное ожидание огня, готово пожрать противников. Жертвы нет за грех. Нет причастия, нет голгопы. Для них ничего уже нету. Это ужасные слова. Шестая глава и послание к евреям, считай. Ее нельзя считать без содрогания. Как бы не попасть туда. Почему? Знал. Знал и вернулся. И ты прежде не можешь быть. Ты прежде, что в тебе был один, говорится, черт, а теперь их восемь. Он берет семь злейших и приходит. И живут там. И последнее хуже первого. Лучше бы не познать, Петр говорит, не познать, нежели познавшую, возвратиться назад. А эти люди, они как раз это все замазывают. А я не знал. Как не знал? Сидел на скамейке у баптистов, слушал. Уж где-то ты мог не слышать. У баптистов ты слышал, что Христос умер? Ты чего лукавишь-то? Сатана обольстил. Совесть полностью сожженная. Остается только плакать. А они лазейку ищут. Не постичься, ничего не хотят. Только выглядывают, что-то подсматривают, притаиваются. О чем Давид говорит. Ну а как помочь? Никак. Отойди, не осверняйся. Только так. Молись и плачь о нем. И может быть, как вот сегодня Игорь Третьяков рассказывал, так вот. Молитва. Еще молитва не закончена, уже ответ поступил. И Бог говорит, рассек все узлы. Ты слышал? Вот и все. Это живой свидетель у нас был. Это собрание. Ведь собрание там может увидеть, кто будет смотреть. Мы пришли к Господу. Шутки остались сзади. Апостол говорит, как же, неужели грешить? Точка. Никак. В английском языке написано God forbid. Бог запрещает. Даже думать так, Бог запрещает. Вот такой они дали перевод. Это Библия Джеймса. Это-то понятно тоже. Никак. Это еще не определенно. А это имя. Никак. Потому что Бог запрещает так думать даже. Ты уверовал. Ухватись за ризу Христа. Хоть волоком, но не отпускайся. Никак. Вот на такой настрой пойдет благодать. А когда ты оправдываешься, тебе Бог и не нужен. Зачем он? Погряз в грехе. Нашлись соратники, профессора тебя оправдывают. Но это до момента, пока ты в последний раз вздохнешь и провалишься в бездну. Потому что для тебя отдельного закона не будет. Ты познал. Считай Малахию. И какие, как солома попалены будут. Так это ветхий завет. Не разделяй два крыла у птицы. Левое или правое не отрывай. Ветхий завет говорил определенно, как детям. А Новый завет говорит, как взрослым. Более строго. Почему он говорит там. 9.28 к евреям говорит. Если отвершище закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказываются смертью. Никакого милосердия нет. Ты слышал, он сказал, закон Моисея неправильный. Два свидетеля. В этот день он должен умереть. То сколь тягчайшему наказанию будет повинен тот. Не просто ты под благодатью, а под благодатью. Сколь тягчайшему. Хуже смерти это будет. Повинен тот, кто за святыню не почитает кровь завета и духа благодать и оскорбляет. Эти люди, эти слова, не они сами, а сатана, как огня боится. Поэтому святые, если уверовали, которые названы святыми, они старались за житой дорогой не проходить, где грех был. А грешник он, ой, я с такой-то грешил, я пойду ее спасать. Утонешь, засосет космическая дыра. И оттуда звука не будет слышно. Беги, бегайте блудодеяния. А тут знает Бога, да еще и живет в блуде. И чем ты отличаешься от мусульманина, тогда отошел. Я хотел добавить, в библейском сюжете, 19 глава, там о Вениаминовом каленере говорится. А не Ефремовом. Вениамитяне пострадали. Ну все. В книге судей ты имеешь в виду? Ну да, в книге судей там племя Вениаминова, калену Вениаминова пострадало. Сот человек осталось с умой. Наговорился, да? Бывает. Так, продолжаем. Девятый стих. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Толкование. До Моисея говорит, я жил без закона, почему и подвергался не строгому осуждению. Здесь в лице себя разумеет природу человеческую. Но когда пришла заповедь, то обнаружилось, что грех есть грех. Ибо хотя люди грешили и прежде, однако не сознавали того. А в этом-то и благо закона, что он сделал людей сознающими, что они грешат. Слова «я умер» понимает двояко. Итак. Согрешил. Итак. Сделался повинен большему наказанию. В чем виновен незакон, но тот, кто внемлет ему. Представь, например, кто-нибудь болен и не сознает, что он болен. Потом приходит к больному врач и открывает ему, что он болен. И что ему следует воздерживаться от такой-то пищи, как усиливающий болезнь. Больной не послушался врача и умер. Он читал рассказ. Накормить голодного – это благо или зло? Любой скажет, да какое же это зло? Конечно, это добро. Ну, а вот пример. Внучеку вырезали аппендицит, и врач строго-настрого запретил два дня есть. А бабушка добренькая, внучек плачет, баба, есть хочу. На, внучек, съешь пирожок. И внучек умер. Бабушка голодного накормила. Добро она сделала или зло? Ответь теперь. Так и здесь. Закон, он обнаруживает грех, обнаруживает нашу болезнь. И мы должны быть благодарны этому врачу, который не слушает. А если не послушал, ну что, смерть? Смерть. И не знал, закон грешил смерть, и знал, более виновен. А теперь, когда мы под благодатью Христовой, зная, что Он за нас умер, за наши грехи прошлые, и после этого продолжаем грешить, то правильно, как Игнать Тихонич заметил, сколько и к чайшему наказанию будем подвержены, мы находясь под благодатью. Понятно это, надеюсь? Так, у нас уже время на вопросы и ответы. Минут семь как. Пожалуйста, я предоставляю вам эту возможность задать вопросы, у кого они есть. Ну, а если нет, то идем тогда дальше, по нашему обучаю. Десятые, одиннадцатые стихи. Тихо. А я умер. И таким образом, заповедь данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. То есть заповедью. Толкование. Не сказал, заповедь сделалась для меня смертью, но послужила, объясняя тем, необыкновенность и странность такой несообразности. Цель заповеди вести к жизни, для чего и дана она. Если же произошла из того смерть, то вино этого не заповедь, ибо меня обольстил и умертвил через заповедь грех, то есть стремление к худшему, и испорчено, и грехолюбивое сердце, а лучше сказать удовольствие. Ибо если бы не было заповеди, показывающей грех, то я и совершающим грех не почитался бы и не был бы повинен наказанию. Ибо слово «умертвил» следует понимать о том и другом, и о грехе, и о наказании, как и выше сказано о слове «я умер». Вся сущность мысли апостола такая. Когда нет закона, то грех не вменяется. Когда же пришел закон и нарушен, то грех обнаружился и ожил. Так что через нарушение заповеди грех, то есть обнаружение и состояние греха выступает. Тогда как прежде он и не существовал, и не вменялся, потому что и закона не было. Поэтому закон сам по себе не был причиной греха. Но он не мог и освободить от него. Так что вследствие этой немощи закона мы возымели нужду в благодати. Во Христово имеется в виду. То есть закон предупреждал нас, что за эти злодеяния, за грехи, неминуемая смерть. И люди знали, однако грешили. Почему? Не хватало благодати, силы духа. Настолько дьявол их обольщал. Но, вернее, они сами поддавались его обольщению. Вот. А сейчас христианин имеет силу духа противостоять греху. Настоящий верующий. И он считается мертвым для греха. Ну, как мертвеца можно заставить воровать? Никак. Как можно мертвеца заставить прелюбодействовать, убивать? Ну, мертвым. Вот и мы должны, христиане, быть такими мертвыми для греха. А где мы умерли? В крещении, в водах крещения. Пообещали Богу доброй совести. Доброй совести, а не искореженной. Часто мы совесть свою глушим. А подумаешь, Бог милости. Там обман. Он милостив грешникам кающимся, а не к лукавым грешникам, которые грешат и надеются, что Бог их простит, и опять продолжают грешить. Бог не нуждается у мужа грешника. Бог любит грешника, кающегося, кающегося, еще раз кающегося. Здесь, да, любовь и милосердие. А для остальных ожидания страшного суда. Это страшно. Вопросы появились? Пожалуйста, задавайте. Может, какие-то недопонимания, дополнения. Игнать Тихонович, вам слово. Впереди считали, апостол Павел говорит, и когда я жил без закона, и дальше предложение идет, вот за это вернусь. Вот видите, отбыл же без закона. Я говорю, он не мог быть без закона. Он говорит, я фарисея от фарисея, по правде законной, непорочной. Он исполнял все дотошно. Из фарисеев. Ну, а как же написано? И вот толкование дается. Под именем я имеется в виду природа всего человечества. Люди не понимают и не знают, даже о чем говорят. Ну, он сказал я. Аллегория. Аллегория. Он говорит я. На самом деле говорит не о себе. Ну, как? Что доброго хочу делать? Не делаю. А что не хочу, то делаю. И каждый берет. Говорит, и я такое живу. Не хочу пить, а пью. Не хочу бриться, а бобрею все равно. Ну, что угодно будет говорить. Да апостол Павел говорит о природе человеческой. У него этого не было. Не было. Что он хотел бы делать и не делал. И принадлежит другое. Речь идет о природе большинства людей. Так он же той же природы был. Да, но научение дало другое. Научение меняет человека совершенно. Как-то раньше смотрел фильм такой. Ну, занимаются люди, там, логопеды, учат правильно говорить. Профессор говорит, можно любого научить, если хорошо с ним заниматься. А идут по базару, и там какая-то торговка торгует и орет. Ну, слова не поймешь какие. Да, такие произношения ужасные просто. А молодой идет рядом кандидат и говорит, ну, может быть, и эту можно исправить. Он говорит, при желании можно. Он засмеялся и говорит, нет уж, эту явно не исправить. Она голос скандальный такой, ну, бобенка такая, у колодца она. Чешет другим бока. Ну, прошло какое-то время, там, год или сколько, и бал был. И этот молодой увидел такая одна красавица. И видно, она скромница такая. Он прям сразу с первого вечера влюбился в нее. А тогда профессор подошел и говорит, ну и как? Понравилось? Конечно. Так это вот выброшенный этот, который ты считал негодный. Из нее алмаз отточил. Это она самая. Как? Та торговка? Ну да. Вот это Золушка. Вот. Я это слышал конкретно от живых людей. Ее в плен увезли, ну, как раньше были, работников из Советского Союза. И она попала к одной немке. Она молодая была, девчонка. Это мне, говорит, летом 14 было. Я, говорит, картавила такая. У вас не видно. Не видно. Так видно? Да. Вот. Я, говорит, ее терпеть не могла. Она мудлетеранка. Вредная такая старушонка попалась. А она вредная, что держала поросенка. Бомбежка идет, а она за поросенка держится. И она его, эта поросенка-то большого, выкормила, заколола, отнесла куда профессора. И сделала ни одну операцию этой. У нее язык неправильно был там. Она научила ее немецкому языку. Она из нее сделала другого человека. И когда советские уже утвердились там, она ей говорила, я тебе не родная, ты поезжай в Россию. Россия родина твоя. Ты там принесешь большую пользу. И теперь, я, говорит, уже прошло сколько лет, умерла она та. Для меня ближе человека не стало. Какая она была хорошая, эта лютеранка. Она сделала все. Не доедала. Все положила, чтобы заплатить за мои операции. Она из меня сделала человека из отбросов. Вот как надо жить. Ты один раз услышал, и не ставь. У нас только клеймо, что никуда не гонит. О, как колоцерки руку протягивать. А у немцев самый дебильный какой-то родится. У него глаза в разбежку на 13 сантиметров. А они научат его обои клеить. Он будет что-то делать. Ну, кто же будет им заниматься? А вот они умеют заниматься, и мы должны научиться у них. А тут столько товара доброго, притом. Смотри, сколько бомжей. Ну, можешь заниматься-то. А, чего ты будешь заниматься? А ты знаешь, это история у меня. Я открыл свой дом всем бомжам. Из вокзала все приходили, ночевали, пили, ели. А когда приехали адвентисты, один благообразный, с бородой, представительный, подошел, улыбается. Вы меня, наверное, не узнали. А кто вы? Я бомж. К вам приходил, ужинал, ночевал. Я к Богу обратился. Я не стал больше спрашивать его. Ну, видно, глаза сияющие такие. И он вспомнил. А я и знать не знал, что кто-то обратился. Вот как Бог делает. Почему? Потому что семя посеяно даст плоды по благодати Божией. Притом, неоднократно в жизни встречались совершенно незнакомые люди. Вот сегодня принесли как раз записку. Наша сестра где-то была в больнице. А та увидела, она одета. Как, платочек-то у нас подвязан? И она сразу спросила, а ты случайно Лапкина не знаешь? Она говорит, знаю. А мои дети у нее в лагере были. Ой, как она начала рассказывать, сколько добра получили. Дети взрослые все время вспоминают. А я и знать не знаю, что добра. Были, играли, ягоды собирали. Купались на конях, ездили на лодках, костер. Я просто живу нормальной жизнью. И Господь показывает, не отчаивайся. Все погибает, но ты трудись по мере сил. Это писал Федоров Амулевский, такой поэт был. Работай руками, работай умом, работай без устали ночью и днем. А там уж, что будет, так будет, пускай так нужно работать. Мы дружно давай. Вот, хорошее стихотворение, отошел. Вопросы, пожалуйста, задавайте. На критургии как раз общее дело вызывается. Вместе работать давай. Ну да. Двенадцатый стих. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Здесь весьма явно заградил уста маркианитов, манихеев, симониан, и всех осуждающих Ветхий Завет. Ибо ясно провозглашает, что закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Различает же закон от заповеди, как общее от частного, ибо в законе одно составляет догматы, а другое заповеди. Итак, и догматы закона святые, и заповеди касательно деятельности святы, и праведны, и добры. И, следовательно, они суть законоположения благого и праведного Бога. Хотя, упомянутые юридики и богохульствуют, что закон происходит от злого Бога. Да. Вопросы? Продолжаем, тогда. Тринадцатый стих. Итак. Неужели добрая сделалась мне смертоносным? Вопрос. Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповедей. Грех грешен. Толкование. Святейшая, святейшая. Закон говорит, не сделался для меня смертью, но умертвил меня грех, чтобы стало ясно, какое зло есть грех, и что он, несмотря на врачевание законом, стал хуже. А под грехом, как сказали мы выше, разумея и склонную к удовольствию волю и стремление к греху, и потому дьявола и самую деятельность, увлекаемую удовольствием. Благодарение Христу освободившему нас от такого зла. Какая пагуба есть грех, что открылась через заповедь, ибо грех воспользовался заповедью к смерти. Так и о болезни, когда она через врачебные пособия приходит в худшее состояние, можно сказать, что она обнаружила злокачественность свою посредством врачебного искусства. Хотя не получила от него никакой пользы. Ну вот здесь не совсем что-то понятного. Игнать Тихонович, под подлыб же, пожалуйста. Вернуйся надо к 12-му. Те, которые начинают осуждать Ветхий Завет, пусть запомнят. Риминам 7.12. Найдите бумажку, картонку и запишите. И слово это будет одинаковое, как мы рассуждаем по Слову Божию. Закон свят и заповедь свята и праведны и добра. Эта речь идет только о Ветхом Завете. Новый Завет еще тут и об этом даже не разговаривает. А для чего? Это заградит уста кого? Маркианитов, Баптистов, Пятидесятников, Субботников. Перечисляй всех. Вот. Ну а это тут уже надо конкретно по делу смотреть. Потому что, если это нельзя было делать, проезжал домой, говорили нельзя. А теперь поставили этот кирпич. Проезда нет. Мы заезжали в такие места, города. Были во Фрунзе. И там так вот. Никак. Я говорю, а почему, ни с какой стороны. А тут пупки живут. Республиканского значения. И поэтому они на старые кирпичи вообще проехать нельзя никак. Только дворами можно пешком идти. А почему? Они ночью отдыхают, чтобы машины не шумели. Ну, можно было. Можно свободно ездили. Но теперь поставили кирпич. Смотри, кирпичом и получишь. Вот. Теперь Бог поставил закон запрет. Нельзя. Нельзя. И на этом все. А когда не знал, ничего и не знал. Как персы. У них законы определенные были. Они женились на матерях, на сестрах. Это так. Блаженный Афетилакт объясняет. Но пришел закон. У нас закон. У христиан один. Мы взяли его от евреев. Взять третьей главе книга пророка Еремии. Что если от тебя жена ушла. И стала женой другого. То может ли она вернуться к тебе, когда с тем расторгались. А он говорит. Не развратилась ли бы вся земля. То есть ни под каким видом. Нельзя даже об этом думать. А у мусульман наоборот. У них закон. Что если ты развелся. То назад сойтись нельзя. Пока она не побудет с чего-то женой. И тогда только можешь на ней жениться. То есть даже не то что сравнение. А даже говорить не о чем. Как это может быть. Или они забыли поставить запятую. Или он не расслышал этот их основатель религии. Как это может так. Они по тебе разговаривают. Сидят на работе. Время есть. Он позвонил ей. Спрашивает там. В Индонезии или где. Как дела. Да все хорошо. Значит пойдем в кино пойдем. А я не пойду. Я развожусь с тобой. Сказал. И услышали другие. Что я развожусь с тобой. И записали на пленку. На завтра он домой приходит. А полиция стоит. Его домой не пускает. Почему? Ты разведенный. Как разведенный? Ну это твои слова? Да. Ну мы смеялись. У нас нет смеха. Ты сказал слова. И Аллах их знает. И все. И как она не плакала. Как не пыталась что-то сделать. Ничего не могли. Развели. И теперь только можно будет жениться. Опять вам. Пока она не побудет еще этой женой. А уж как там. Фиктивно. Или зафиксирует. Что там было что-то. Это другой вопрос. Сравнись с христианским законом. Здесь девственники. А там четыре жены. Ясно, что греха нет. Ну если допустим у нас нельзя воровать. А где-то будет сказано. А воровать можно только не каждый день. А через один день. Ну и какая заповедь лучше. Так и здесь. У христиан это прелюбодеяние смертный грех. А у него нужды нет. Так это он имеет четыре жены. А на ложе сможет быть четыре. Про одного считали. Он говорит, свадьба двухсотая. Двести. Но закон ни разу не нарушил. Берет какую-то. А одну из четырех выкидывает. Вот и все. Вот об этом апостол тут и говорит. 14 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Апостол сказал, что грех открылся через заповедь. Посему, дабы ты не подумал, что виной греха закон произносит общий приговор и говорит. Ибо мы знаем, что закон духовен. Всем, говорит, известно и всеми признано, что закон отнюдь не есть причина греха. Но что он духовен, то есть наставник добродетели и враг порока. Отчего же произошел грех при столь дивном наставнике? От нерадения и немощи учеников. Ибо я, говорит, плотян, что значит, все естество человеческое, как до дарования закона, так и во время закона, наполнено было множеством страстей. Ибо вследствие преступления Адамова мы не только сделались смертными, но и природа наша получила страсть и предалась греху и стала рабой, так что и головы не могла поднять. Ну и вот здесь как раз подтверждение, что апостол Павел не о себе говорит, что он плотян. Закон духовен, а я человек, в смысле человечество, и Ферфилак подтверждает, как это толкование сходится. Здесь все понятно. А другой, ну как, вот же, походу, постолпал плотян, и все, и ничего плохого нет в том, что мы плотяны и грешим. Ну, видите, такое лукавство, и ересь, заблуждение. Оправдать так можно любой грех совершенный. Искажением Слова Божия, итрощением смысла. Ересь это не добавили и убавили, а исказили смысл, вот ересь. Они все привыкли, говорит, а мы по Писанию говорим, мы по Писанию. Сатана тоже говорил по Писанию, со Христом прилагал. Цитировал, вот и до. А смысл влагал другой. Так, ну что, закончим на этом, сегодняшний момент. На пятнадцатом стихе. Вопросов так и не возникло ни у кого. Я ходил в воскресенье без вопросов. Ну, тогда до среды молимся. Достойно есть текало истину, Блажит Детя Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения с Иерахим, Без исклиния Бога снова рашуем, Сущую Богородицу Тебе величаем. Дайте, Грач, молитесь. Отец наш небесный, любящий Создатель, Ты дал нам память об этом дне Воскресенье Твое из мертвых. И с раннего утра Ты приближаешь нас к себе, Давая нам новый закон, Закон любви, смирения, воздержания и терпения. Благослови нас. И сегодняшнее занятие Ты показал, Как хорошо, без спора, В смирении склонить голову Перед трудами святых отцов православной церкви, Не ища своего. Хвала Тебе. Помилуй нас. И распусти с миром и благослови. Мы просим здравия до заболевшего нашего брата Алексея И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии И научи нас ценить это благодатное мирное время. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Брата Виктора возвратим в мире. Господи. Да, Виктор путешествующий. Спаси всех Христов. С Богом. С Богом. С Богом. Роман, наследие, пожалуйста. С Богом. Идать, Хныч. Лист. Понима. Спасибо.